Кайфово от того, что я причастна к какому-то чуду Благотворительный фонд должен и обязан быть прозрачным Врачи, которые сами собирали деньги на лечение ребенка Я не хочу жить в стране, где если со мной что-то случится, всем будет наплевать Это не про деньги, это про пульсацию сердца определенное Хочешь узнать больше о современных и интересных профессиях, но боишься задать глупый вопрос? Мы зададим все глупые вопросы профессионалам за тебя А они расскажут, как все есть на самом деле Ты смотришь 10 глупых вопросов У меня две профессии Одна профессия, по которой я получала образование, я актриса И вторая профессия, по которой я не получала образование, но так вышло Что я 17 лет своей жизни занимаюсь в сфере под названием благотворительность Поэтому сегодня я поотвечаю за профессию благотворителя Ну есть разные виды благотворительности Есть благотворительность профессиональная Есть благотворительность волонтерская И что касается волонтерской благотворительности То есть просто получаю радость от того момента, что я кому-то помог Вот я кому-то помог, у меня вырабатываются эндорфины в крови И мне приятно смотреть на себя в зеркало, я себя уважаю Наверное, у каждого, те, кто вот люди, которые помогают безвозмездно Либо временем, либо навыками, либо деньгами У каждого какие-то свои спасибо Кто-то, может быть, ждет этого спасибо И спасибо вообще очень важно говорить А кто-то, может быть, я там не знаю Надеется, что в той жизни, в следующей Там ему кто-нибудь скажет спасибо Поэтому здесь у каждого по-разному Профессиональные благотворители, люди, которые работают в фондах Они получают за это зарплату Я апологет того, что люди в благотворительных фондах Профессионалы должны получать абсолютно рыночную зарплату Наша страна еще пока не совсем пришла к этому Потому что у нас именно складывается такое впечатление Что в благотворительности должны работать святые люди Которые не едят, не пьют У которых нет детей, нет семьи И они вот такие схемники Которые с утра до ночи готовы отдавать время И силы, и свою жизнь Без денег Нет, если мы говорим про благотворительный фонд То я считаю, что в этом фонде должны работать лучше из лучших Потому что они должны работать эффективно Во-первых Во-вторых, они имеют дело с чужими деньгами С чужим доверием Поэтому они должны быть лучшими из лучших И они должны помогать То есть они должны быть еще и очень эмпатичны То есть он не просто профессионал, который шикарно лучше всех делает свою работу А он еще и очень отзывчивый, неравнодушный человек Мне кажется, такие люди должны получать достойную зарплату Поэтому кто как выберет Мне, например, страшно кайфово от того, что я причастна к какому-то чуду Если мы говорим про фонд «Подари жизнь» Это фонд, который помогает детям страдающими онкологическими заболеваниями То есть вообще вопрос жизни и смерти И когда ты участник процесса того, что человек мог не жить, а он живет И твоя маленькая часть тоже в этом есть Я невероятно становлюсь счастливым человеком Мне просто радостно от этого Мне лично и не спасибо не нужно, и ничего Мне просто так кайфово от того, что я Что моя жизнь наполняется смыслом Что моя жизнь перетекает в чужую какую-то другую жизнь И дальше будет жить и расти даже тогда, когда меня не будет на этой земле Но опять-таки у каждого по-разному Давайте я вкратце расскажу, да как устроен благотворительный фонд Фонд, который хочет системно менять эту жизнь Системно менять эту жизнь к лучшему Что касается нашего фонда В этом фонде есть несколько больших подразделений Основное, главное, естественное подразделение То, что непосредственно связано с лечением детей В этом подразделении очень много всяких программ Например, человек, который отвечает за закупки Допустим, незарегистрированных в России лекарств Наверное, он может прийти из сферы бухгалтерской Либо из сферы юридической Так как у нас нет в России профессионального высшего образования Поэтому это люди, которые приходят из других сфер И дальше в процессе уже опыта Они обучаются и становятся профессиональными благотворителями Конечно же, это юристы Это, конечно же, экономисты Это джиар Люди, которые могут работать с чиновниками Это ичар Люди, которые могут наладить внутри коллектива Правильную атмосферу рабочую Это пиар Потому что все, что мы делаем благотворительному фонду Обязательно обратная связь То есть благотворительный фонд должен и обязан быть прозрачным Для этого нам нужны люди, которые умеют это правильно подавать В нашем случае это еще координаторы волонтерского проекта, например Потому что у нас тысячи волонтеров Они очень разные Есть волонтеры, которые наверняка, вы все знаете, ходят в больницу А есть волонтеры скрытые, которые не общаются с детьми, но они общаются с семьями Например, волонтеры-юристы Которые готовы в свое свободное время, в свой опыт отдавать нашим подопечным, семьям Для того, чтобы семья, например, могла получить от местного Минздрава все полагающиеся квоты, помощь, лекарства, жилье Есть волонтеры-переводчики Если мы говорим, что мы представляем нашу страну в мировом сообществе Для того, чтобы иметь возможность коммуницировать с внешним миром И если, например, нужно ребенка отправить за границу и собрать все документы Нам нужны переводчики Нам нужны переводчики специализированных медицинских документов, например Волонтеры-водители, которые возят врачей, детей Их тоже надо уметь сорганизовать так, чтобы Петров поехал к Васечкину, Васечкин поехал к Иванову То есть это тоже человек-координатор, который отвечает за волонтерские проекты Это огромнейшая работа Он двигает войсками вот этими тысячами людей Вот волонтеры пришли с проектом, они хотят детям рассказать проект «Кругосветка» Как устроен мир и что в каких странах Это одна история Люди, которые возят, это другая история Третьи, которые юристы Есть профессия в нашем фонде координатор доноров крови Потому что гематология напрямую связана с кровью Нам всегда нужна нашим подопечным, всегда нужна кровь Для того, чтобы у нас всегда были доноры крови, всегда была правильная кровь Нам нужен координатор, который будет глава этого кровяного офиса Который будет обзванивать других координаторов Который уже в свою очередь будут обзванивать наших доноров С тем, чтобы вот не свободны были вы в такой день Вот такой и не могли бы вы прийти И у нас еще есть выездные акции, например, донорские акции 25 раз в месяц Наша выездная служба приезжает или в офис, или в театр, или на завод И делает сбор крови прямо на рабочем месте Что очень, конечно, удобно для людей Им не надо никуда ехать Они готовы, например, сдать кровь, а у них нет времени Еще у нас отдельно есть человек, который работает с регионами Еще отдельный человек есть, который работает с немедицинской реабилитацией И еще есть отдельный человек, который работает Это грустная очень тема, но тем не менее она есть Когда ребенка невозможно вылечить Он должен все равно прожить достойно, в любви, без боли Столько, сколько ему отведено судьбой Это отдельный проект паллиативной помощи Так как мы благотворительный фонд, поэтому мы не можем брать много людей Потому что тогда мы будем подпадать под нормальное налогообложение А сейчас у нас есть возможность облегченного налогообложения И мы вот в этом... Это большая беда, потому что и проблема... Нет, не беда, это не беда Это проблема, потому что нам все время надо балансировать Хочется, конечно, взять еще, еще, еще людей Но мы не делаем этого Только нет гарантии, что ты завтра не заболеешь раком И не останешься один на один со своей болезнью В принципе, вообще незачем Если вы не получаете от этого радость и удовольствие Если вы не верите, я не знаю, там, в загробную жизнь Если вам не хотите слышать спасибо И еще там миллион-миллион всяких пристроек Я точно знаю, что люди, они потому и люди Что они не бросают друг друга в беде Что если я подскользнулся и упал кто-то, идущий мимо Он не пройдет мимо, он протянет мне руку Вот, собственно, наверное, это какое-то основное Основополагающее Я не хочу жить в стране, где, если со мной что-то случится Всем будет наплевать Я хочу жить в другой стране Нет, конечно, благотворительность — это состояние души Слово такое, оно было придумано в прошлом веке И оно такое... Я вот когда вижу благотворительность У меня сразу какие-то вензеля, какие-то такие творить, благо Но на самом деле это состояние души Поэтому это для всех Формы и варианты благотворительности Они могут быть, ну, очень разные В нашем фонде, например, 70% всех пожертвований 70% всех пожертвований — это микроскопические пожертвования обычных людей То есть каждые 10 рублей для нас важны Когда много-много человек скидывается по 10 рублей Получается очень большая сумма И только 30% — это частные пожертвования Очень состоятельных людей Либо компаний Юрлиц Государственных денег в нашем фонде нет от слова совсем Но 70% — можете себе представить Это огромная сумма Это просто люди, просто неравнодушные люди Которые нам верят Которые не могут пройти мимо вот такого горя Как случившаяся онкология в чужой семье Если у вас нет денег Если вы, например, не знаю Молодой юрист, у вас нет денег Вы всегда можете прийти волонтериться Отдать свои навыки профессиональные Как юрист-волонтер Водителям, просто волонтерам Прийти сдать кровь Это тоже будет благотворительность Если вам не все равно И вы хотите помогать Да вы можете просто перепостить Какую-то, не знаю Какую-то информацию о фонде у себя В Инстаграме или еще где-то Это тоже будет благотворительность Потому что это тоже в этот момент Вы не прошли мимо Это не про деньги Это про пульсацию сердца определенную Да, конечно, безусловно Это благотворительность тоже Потому что ты не проходишь мимо чужой беды Здесь, конечно, каждый решает сам за себя Я какое-то время назад Много лет назад была Ведущей, так получилось, что Ведущая Маша Шукшина забеременела И меня попросили помочь В программе «Жди меня» И там было очень много программ Про потерявшихся людей Которых взяли в мафию нищих И, честно говоря, у меня волосы Встали дыбом Потому что это реально Огромная, очень жестокая мафия Они держат людей в заложниках Люди становятся рабами Они абсолютно бесправны И, на мой взгляд Если вы увидели нищего Или бездомного То лучше, конечно, предложить ему Более грамотную помощь Чем просто кинуть деньги Во-первых, дай бог, что эти деньги Именно ему будут нужны И он пойдет купит на них еду Но, скорее всего, эти деньги Заберет к себе кто-то другой На мой взгляд, лучше отвезти Этого человека в какой-то Профилированный фонд Который помогает бездомным Например, то, чем занималась Доктор Лиза И там ему уже окажут помощь Не просто его в эту секунду накормят Может быть, ему помогут вернуться домой Может быть, ему подскажут В какую профессию ему можно пойти Они его социализируют И вернут к нормальной жизни Такой подход-то мне больше нравится Но, опять-таки, каждый решает за себя Лекарства от рака Делаются от 15 до 25 лет Это очень серьезные Большие научные исследования В этих научных исследованиях Участвует огромное количество ученых Все эти исследования Проходят в приспособленных Специально в помещениях С оборудованием Которое тоже очень дорогое Каждая микроскопическая Какая-то молекула Которая вот составляет Это сложное лекарство от рака Оно очень сложное У него формула очень сложная Она должна храниться При определенных температурах В определенных условиях И когда оно выходит Это лекарство Получается, что на него Затрачено уже такое количество денег Что, конечно, его хоть как-то Нужно отбить Хоть как-то Поэтому цена высокая Это во-первых Во-вторых Сегодня Лечение Онкологии Оно больше сводится К такой К таргетной терапии То есть К каждому человеку Подбирается Какое-то Более-менее Свое Индивидуальное Лечение А значит Это лекарство Которое я создаю 15-20 лет Оно будет востребовано Не миллионами Не сотнями тысяч А может быть Несколько сотен людей Только нуждаются В этом лекарстве А оно очень дорогое И понятно, что я никогда В жизни не смогу отбить Потому что у меня Не будет того объема Потому что нет такой потребности Поэтому Все вот эти Сложно сочиненные Лекарства Несколько причин Которые я назвала Они собственно И формируют цену Поэтому они такие дорогие Иногда бывает Что даже уже Если у лекарства Прошло лицензию Оно все равно Остается Вот в этом Как бы В этой В этой узкой нише И сохранять цену Высокую Когда в 90-е годы Фонды благотворительные Стали прачечными Это было очень Актуально Наш фонд Создавался Вообще не как фонд Я приходила к людям И говорила Мы не фонд Мы не фонд Мы просто покупаем Нам нужно купить оборудование Вот мы сделаем концерт Мы купим оборудование Поставим в больницу Отчитаемся Мы не фонд То есть 17 лет назад Это было Правда Оскорбительно Очень Но потом так Поменялись законы Что выяснилось Что Если мы не сделаем Свой фонд То Мы не сможем Гарантировать людям У которых мы Просим деньги То что эти деньги Пойдут Вот на то Что мы у них Просили Поэтому нам пришлось Организовать фонд И первое Что мы сказали Что фонд Должен быть Прозрачный Для каждого Желающего Для каждого Желающего Если у людей Есть вопросы Они должны Иметь Право И возможность Их задать И мы должны Оперативно На них ответить То есть Вот эта вот Обратная связь Она должна быть Налажена очень И вот эта вот Как бы Прозрачность Она начала Формировать Ну постепенно Другое отношение К благотворительности За 17 лет Все-таки Вот таких людей Которые задают Этот вопрос Их осталось меньше У нас есть Государственные проверки Очень Под лупой У нас Ежегодный аудит Который мы проводим Но самое главное Это наша отчетность То есть Если вы Перечислили фонд 100 рублей То мы вам Потом На эти 100 рублей Должны отчитаться Что на эти 100 рублей Пошли там в программу Вот такую-то Вот посмотрите Пожалуйста На сайте фонда У нас есть Все экселевские таблицы Где вы можете Найти Если вы там Неанонимно Оставили деньги Все свои деньги И на что Они были потрачены И если у вас Еще остались вопросы Вы всегда можете Написать в фонд Письмо И задать Еще более детальные вопросы Потом очень много Сотрудников И не сотрудников Я не сотрудник фонда Я не получаю зарплату Я просто счастливый человек Что у меня Есть такая Радость в моей жизни Что я Не просто так живу На земле Я в эту команду Влилась Но я волонтер По сути Я волонтер Я не получаю В фонде зарплату И общество Общество очень важно Очень важно Нельзя просто так Взять Дать Непонятно куда И сказать Какой я добрый Хороший человек Нет Вот так вот Не работает Мы вместе Должны это делать Общество Со своей стороны Смотрит пристально И требует отчета И фонд Со своей стороны Пристально работает И предлагает Эту отчетность По российскому Законодательству Не более 20% То есть Фонд имеет право Тратить на свои Нужды Нужды очень много Да Это зарплаты Коммуналки И в общем Далее по списку Мы Сказали себе Нет Мы столько Тратить не будем Мы тратим От 8 до 10% От Тех разрешенных 20% Вот на Как бы Содержание Фонда Так это назовем Остальные 10% Которые фонд Мог бы тратить На себя Фонд Откладывает Такой Есть такой Мешочек Не мешочек Эти деньги Которые начинают Работать То есть Эти деньги Они еще И приносят Какие-то дивиденды Это такая На самые Черные Случаи Вот мы боялись Что в ковид Именно Это и произойдет Что нам придется Оттуда Все-таки Начать брать Но бывают моменты Там кризисы Экономические Когда нам приходилось И она спасала Это у нас такая Подушка безопасности Получается Для этого у нас работает Главный бухгалтер И еще бухгалтеры Которые следят За каждой копейкой Когда вы делаете Перевод Вы указываете Там свои данные Мы их получаем Обрабатываем Потом смотрим На что Были потрачены И так же Вот собственно И отчет У нас есть экспертный Совет врачей Который принимает Решение По каждому Конкретному случаю И если нам Врачи сказали Вот этого ребенка Нужно срочно отправить В Америку Вот в такую-то клинику И стоит это Не знаю Миллион восемьсот долларов Значит Мы напряжемся И будем делать так Как сказали врачи Сотрудники фонда Не принимают Таких решений И это решение Принимает экспертный Совет врачей Конечно Так как мы когда-то Начинали Очень такой Маленькой компанией Я появилась в фонде Потому что я познакомилась С врачами Я таких врачей Не видела никогда Я привыкла К советской медицине Которая унижает Пугает И вообще Ты приходишь К доктору С чувством вины Что ты заболел И вдруг я увидела Совершенно других врачей Совершенно просто Они все Учились за границей И вернулись Вот какими-то Какими-то Другими Я не просто Увидела людей Которые этого не делают А людей Которые заинтересованы В том Чтобы у ребенка Была возможность Выжить Врачи Которые сами Собирали Деньги На лечение ребенка Которые не требовали От родителей Дайте нам Положите нам в карман Вот это вообще Даже об этом Говорить нечего было А они сами Говорили так Значит надо что-то делать Давайте сделать концерт Вот там артистка бежит Хаматова Идите сюда Не проведете ли вы концерт И вот так вот Я познакомилась с врачами И я просто была Настолько воодушевлена Ими Я поняла Что Ну как бы Я конечно не могу Мимо пробежать Потому что Таких уникальных Людей нужно поддерживать Заботиться А не вообще Дать им возможность Лечить Поэтому Как бы Основной костяк Это конечно Вот те врачи С которых Когда-то Начались До еще Создание фонда Создание фонда Первые наши концерты И дальше Они уже Так как они Ну вовлечены Во все это Врачебное сообщество Приводят еще кого-то Это очень большие Сподвижники Люди Которые работают У нас В экспертном совете Потому что Времени у них Занимает Это Прилично Всем и сразу Помочь невозможно Поэтому Есть благодарительные фонды Которые специализируются Каждый На своем Фонд Подари жизнь Дети Которые болеют Онкологией Есть фонды Которые помогают Старикам Животным Взрослым Которые болеют Онкологией И На мой взгляд Лучше Делать Профессионально И очень хорошо Вот Это направление Чем Распыляться На сразу И всем Еще желательным Мгновенно Не получится Так Для этого Должно быть Больше Вариативности Больше фондов Должно быть Вот и все Я например Оформила подписки Ежемесячные подписки Мне где-то 18 Наверное Ну около 20 Разных фондов Потому что меня интересует Свобода слова Вообще Свобода Старики Такие-то дети Такие-то дети И Я Там Где-то 100 рублей Где-то 200 рублей Где-то 500 рублей Где-то 1000 Я Автоматически Я не думаю Об этом Просто я оформила Эту подписку И я помогаю Каждый месяц Это мне удобно Потому что я не думаю Об этом И это удобно Фондам Потому что они Рассчитывают Они знают Что в этом месяце Мои 100 рублей Точно придут И таких Как я Будет еще 1000 человек И у них уже Есть определенная сумма На которую Они рассчитывают А вы Должны Просто почувствовать Своё сердце И подумать Кому вы хотите Помогать И если вы проверили Фонд И если он вас устроил И вы ему доверяете И понимаете Что он эффективно работает Я бы советовала Конечно же Оформлять Такие ежемесячные подписки Вы заходите на сайт Смотрите внимательно Сайт Смотрите динамику Как этот фонд Развивался Знакомитесь Кто у них Учредители Кто у них В правлении Кто у них В попсовете Видите эти лица Читайте Всю информацию Ищите в интернете Что там Есть и нет Остались вопросы Звоните Ответит ли телефон Настоящий ли это адрес Нет, уже нет Нет На сегодняшний день Объем Этого сектора Составляет От 140 До 160 Миллиардов Рублей в год Это Не миф Это уже достаточно Ощутимое Большое тело И она будет Безусловно Развиваться Потому что Появляется Все больше и больше Профессионалов У меня большая надежда На молодежь Которая не Как бы Которая вообще Уже растет В другой парадигме Она с другим Отношением Относится ко всему И к потреблению И к планете И как-то Они будут Более Пристально Что ли Следить За экологией Вот этого пространства Под названием Благотворительность И вообще За экологией Естественно Поэтому нет Это совсем не миф Это большая Гигантская Работающая машина Ну вот Вы например Перечисляете Благотворительность Вы можете В налоговую Подать заявление Что вы перечислили Вот столько-то Такую-то сумму На благотворительность У вас будет меньше Налогов Которые вы платите Государство Это засчитает Вы получите Налоговую льготу И вот то Что случилось В пандемии Изменился закон Для бизнеса Тоже Если раньше Бизнес мог Только с прибыли Перечислять На благотворительность То сейчас нет То сейчас бизнес Может заранее Делать бюджет Из которого он понимает Что на благотворительность Он перечислит Вот столько и столько И конечно Тоже у юрлица Даже раньше Появились налоговые льготы Вот я очень хочу Помочь детям Которые болеют онкологией Вот у меня есть зарплата Я получаю зарплату Я снимаюсь в кино Редко Но все-таки снимаюсь И играю в театр Может быть Одному ребенку Я смогу помочь Ну я же тихо помогаю Я ему накоплю Буду несколько месяцев Копить И одному ребенку Я помогу Сейчас Когда у меня Есть такая возможность Я публичный человек Вы пригласили меня на интервью Я кому-то интересна И благодаря тому Что вы пригласили меня На интервью Я могу сразу же Сделать так Чтобы Благодаря этому интервью Вдруг во многих людях Что-то перещелкнет Они подумают Боже мой Ну это же на самом деле страшно Вот так вот Родители узнают диагноз Рак у ребенка Как же мы его оставим Конечно Ну как же Ну конечно мы поможем И я одним интервью Сделают так Что мы вылечим Не одного ребенка Там А двух Трех А пятью интервью Пятнадцать Двадцать А сто интервью Это я говорю Про громкую Публичность У публичного человека Что касается Вас самих Даже то Что вы написали Что я помог Тому-то и тому-то Кто-то из ваших Знакомых Все равно Такой Упс А я А я что Никому не помогаю Вы все равно Как бы зароните этот камень И пойдут круги по воде Даже вы можете Об этом не знать Но они все равно пойдут И в какой-то момент Когда мы все Станем помогать Ты помогаешь Кому собачкам А ты кому котяткам А ты кому старикам А ты кому это В какой-то момент Из-за того Что все будут это делать Уйдет вот это вот Ах это не скромно Ах они Это как бы Все же делают Ну и что Даже я говорю Что я помог Это не будет слышаться Что я хвалюсь Потому что Ты делаешь И ты делаешь И ты делаешь И ты делаешь И этим уже будет Никого не удивить Это будет так же нормально знаю почистить зубы но вообще благотворительность она она про творчество она про вдохновение я вот хочу изменить этот мир чем могу делать я умею рисовать ими петь или я умею там хорошо читать законы или имею что-то никогда вот из-под палки там тебе твоя работа с 8 до 8 когда начинает там будоражит твои фантазии сейчас у фонда например там проекта digital fashion к нам пришли молодой digital дизайнер регина и тигран дизайнер одежды и вот они вдвоем соорудили невероятную коллекцию модную примодную просто и делают это для фонда подаришь жизнь ну это офигенно модно вообще просто модно прогрессивно да я бы хотела чтобы это стало таким трендом чтобы чем каждый будет придумывать какие-то свои невероятные проекты тем будет круче для всех нигде вы где-то учитесь дальше просто если вы хотите помогать и если понимаете что у вас есть на это ресурсы и приходите в фонд и фонде вас обучают есть школа филантропии в сколково есть но это все какие-то как бы такие курсы и доборы мы учимся постоянно из наши сотрудники тоже учатся там какие-то здесь воркшоп там трехдневный курс тут двухмесячный курс лично я хотя и не салончик фонда сто раз скажу потому что ко мне даже недавно подруга приезжала из казани и сказал никто не верит что ты можешь это делать без денег я говорю ну правда но если человек опрет это я еще должна доплачивать за эту радость и за это счастье у меня совершенно другой мир у меня столько новых знакомств ну в общем я не не сотрудник но я ездила в америку в memphis в фонд называется альзак этот фонд собирает секунду 2 миллиона долларов в день и нас там учили как вообще должна работать благотворительная организация это было но это букет невероятный просто очень и очень важная поездка мы с перевернутой головой вернулись сюда и давай тут внедрять не всегда у нас отросла кукуруза на нашей сибирской земле но тем не менее это очень интересно везде понемножку в общем должны зарабатывать нормальная нормальная рыночная цена а я так считаю лично я чул панхаматов фонд меня не поддерживает у нас никто не получает такие зарплаты но я считаю что сотрудники фонда должны получать больше чем рыночной цене на самом деле это вот эта зона где у тебя карьерный рост может быть просто от курьера грубо говоря до директора это все будет зависеть от твоей инициативности профессионализма готовности работать есть люди которые приходят с ощущением что они как бы сейчас все будут менять весь мир а им гордит родите так нельзя и тут так нельзя подождите у нас как бы другие про а вот мы не можем так сделать потому что мы тогда навредим ребенку и им как бы ну подождите я же вот пришел я готов что же вы меня ограничиваете некоторые от этого ломаются некоторые ломаются между прочим от того что в благотворительности все время нужно бежать с высунутым языком потому что все не стоит на месте технологии не стоят на месте нужно все время как бы искать новые пути новые пути новые вызовы новые пути потому что мы сами ее сейчас делаем сами ее взращиваем эту благотворительность что и как и где никто не знает теперь уже включая америку как бы дети новые инструменты фандрайзинга поэтому некоторые люди, которые как бы не готовы были к таким скоростям, или не готовы, например, развиваться и учиться всю жизнь, они тоже не задерживаются. Ну, и что касается нашего фонда, конечно, может быть эмоциональное выгорание, особенно люди, которые непосредственно связаны с семьями. И если фонд вовремя не отреагировал и не защитил этого сотрудника, то тогда человек тоже может устать и уйти. Первое и самое главное это ощущение счастья. Я в своей жизни была счастлива физиологически, когда я ощущала физиологическое счастье. Когда рождались дети, мне их клали на грудь, и я целовала их пальцы, это просто ты понимаешь, что ты в этот момент животное, потому что ты чувствуешь это счастье. И вот такое же состояние у меня, когда ко мне подходят взрослый и молодой человек, и говорит, а вы помните меня, я такой-то, такой-то лечился там-то и там-то восемь лет назад, и ты так смотришь и думаешь, ебресы ты, а я причастна к этому. Если бы я не была сопряжена с фондом «Подари жизни с благотворительностью», я бы так скучно жила, я бы вообще никого не знала. Сейчас я знаю, у меня спектр знакомств просто от чиновников, врачей, каких-то блогеров, ну, журналистов, свет, звук, как бы, вот он, вот такой вот. Я знаю всех. У меня такое количество друзей настоящих появилось, с которыми я никогда не пересеклась даже в жизни. Немножко подбешивает такое наше законодательство, которое так всего боится, что не дает прыгнуть ввысь. Ну, как бы вещи, все вещи взаимосвязаны. Любое обрезание свободы, оно так или иначе сказывается в какой-то момент на не инициативности людей, на страхе перед чем-то. Подбешивает еще то, что ты не можешь всем людям вложить свои мозги в голову. И что до сих пор еще есть люди, которые, правда, считают, что благотворительность для богатых, что ее нужно делать тихо, и что это способ мошенничества и зарабатывания денег. Значит, совет начинающему благотворителю от фонда «Подари жизнь». Вы можете прийти сдать кровь, если вы молодой, здоровый. Вы можете устроить какую-то акцию. У нас есть отличная платформа, называется «Друзья фонда «Подари жизнь», где каждый человек придумывает какой-то собственный челлендж, там, не знаю, свадьбу, бросая курить, там, все что угодно, вышивая портрет Путина за два дня. Не знаю, все, что хотите, может быть. И тем самым в фондрасте собирайте деньги на благотворительность. Ну, если вы начали там чего-то зарабатывать, и все равно вам нужно пойти в магазин и купить какие-нибудь продукты, смотрите, у нас там много всяких продуктов с нашим значком «Фонд «Подари жизнь» с человечками». Это значит, что часть ваших денег будет отправлена на благотворительность. То есть вы покупаете мороженое, вы и себе делаете хорошо, и фонду делаете хорошо. Вы можете открыть в Сбербанке карточку «Подари жизнь». А это значит, что 0,03% от каждой вашей покупки и 0,03% от каждой вашей покупки, то есть Сбербанковских, то есть 0,06% будет перечислять от каждой транзакции, будет перечислять фонд «Подари жизнь». Это тоже удобно, потому что это, правда, незаметные деньги. В конце года мне приходит от фонда «Спасибо», и я смотрю, что за год в общем получается достаточно такая нестыдная сумма. Ну, конечно, вы можете прийти, поволонтерить, выбрать какое-то направление. Если вам не нравится именно дети, а вы хотите помогать животным, ищите фонды, которые помогают животным, смотрите их, и смотрите, как там можно помочь. Формы помощи могут быть очень различные. У нас даже есть волонтеры, которые просто мы собираем под акции, там, не знаю, мероприятия, концерты, люди, которые должны уметь работать с людьми, встречать их, провожать. Разные разные формы могут быть. Помогать — это круто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова